Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши занятия по второй книге Паралипоменон. Сегодня мы будем читать 26 главу. «И взял весь народ иудейский Озию, то есть после смерти Амасии, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своих». Скажем прямо, наследство Озии досталось не очень благоприятное, стены города проломлены, сокровищница опустошена, но этот человек делает то, что может делать. «В 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме имя матери его Иихулия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия отец его». Имеется в виду, как делал Амасия отец его в начале своего царства, а не так, как он делал в конце. Поэтому мы в своих родителях должны видеть то, чему мы должны подражать и можем подражать, а чему мы не должны подражать. «И прибегал он к Богу во дни Захарии», то есть пророка Божия, «поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, спаспишествовал ему Бог». Ну, мы видим, что часто, когда рядом с царями были пророки или священники, то это очень благоприятно сказывалось на всем царстве, потому что они давали мудрые советы и мудрые наставления. «И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота». Азот – это такой древний центр филистимлян. «И построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, это уже арабы, живущих в гур Ваали, и против маунитян, и давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен». Он был силен, прежде всего, советами пророка Захарии, а уклонись он от советов пророка, и все рассыпется. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины, и на углу, и укрепил их, и построил башни в пустыне, и исек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах и накормили, ибо он любил земледелие. Ну, тоже такая неплохая характеристика, он любил земледелие, а в книге Иисуса сына Сирахова сказано, что земледелие учреждено Господом. То есть он проводит правильную политику, военную, религиозную и аграрную. Очень важно, когда в правителе совмещаются не только таланты, связанные с армейским делом, но и чтобы он был хозяйственником. А если он только там потрясает оружием, какой толк в таком правителе, если его народ будет при этом голодать и бедствовать. А то, что он любит земледелие, это значит, что он понимает важность аграрных процессов. Было у Озия и войска, выходившие на войну отрядами, что значит выходившие на войну отрядами, а что они толпой должны выходить. И так понятно, казалось бы. Имеется в виду обученное войско, постоянно действующее или действующее от времени ко времени, то есть люди обученные. По счету в списке их составленным рукою и Ила, песца, и Маосей, и надзирателя, под предводительством Ханания, одного из главных сановников царских. То есть это были не случайные люди, они были под присмотром. Все число главпоколений из корабрых воинов было 2600, это как бы отборная гвардия, и под рукою их военной силы 307500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни. Ну, кто-то может спросить, а зачем прочные камни заготовлять? Подобрал камень и кидай. Нет, это были камни особые, как и Давид на единоборство с Голиафом. Мы читаем, он в ручье выбрал камни, которые подходили бы для метания. И сделал он в Иерусалиме искусно продуманные машины, это метательные машины. Я когда был семинаристом, я очень любил спорить с другими семинаристами. Я спрашивал, как вы думаете, есть в Библии слово машина? Все говорили, нет, слово машина не может быть в Библии. Я говорил, ну давайте спорим. Спорили там на шоколад, там на что-то еще. Я им открывал это место и показывал. Машины были. Но это имеется в виду машины стенобитные, которые метали камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях, то есть с возвышения, чтобы они метали камни, и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. То есть он как бы и пробойну в городе задел. А теперь читаем 16 стих и ниже, где говорится, увы, о самоволии Озия и наказании Божьем. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Какой грех он совершил? Он поставил царское служение выше священнического, как древние отцы говорили, царям не дано право вносить кадильницу пред лицо Божие. Диакон может это делать, освященник это может делать, епископ это может делать, сельский диакон может делать, но не царь. Цезарь и папизм это опасное явление, в чем-то даже более опасное, чем папизм. И он подменяет собою служение священника. И давайте посмотрим, что пишет Киприан Карфагенский, это его трактат о единстве Вселенской Церкви. «Когда царь Озия, неся кадильницу и собираясь воскурить фимиам на алтаре кадильном, поступил против закона Божьего и отказался, несмотря на сопротивление священника Азарии, подчиниться и выйти, то он оставлен был возмущением Бога. А на челе его появилась проказа. Гнев Господа отметился на той части тела, на которой ставится печать у тех, кто заслужили благоволение Господа». Светская власть в лице царя, помазанника, не имеет права вмешиваться в церковные дела. И об этом писал и Василий Великий, и Григорий Богослов, и целый ряд других отцов церкви. «И пошел за ним Захария, священник», когда он увидел, что царь взял кадильницу и там начал какое-то свое альтернативное богослужение. «И с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озия царю и сказали ему, тебе, Озия, кадить Господу – это дело священников, сынов аароновых, посвященных для кождения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения, и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. Почему именно проказа? Мацора, библейская проказа, это некое такое духовное заболевание, которое попускалось от Господа за осуждение других людей. А кого же осудил этот правитель священников? Он решил, что он более достоин совершать хождение, чем те священники, которые были тогда в храме. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказы начали его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Теперь ему было явлено, что его цезарь попизм не угоден Богу, светская власть, даже царя не имеет права вмешиваться в дела духовенства. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдаленном доме, и отлучен он был от дома Господня, а Иавам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Почему он был отлучен от дома Господня? Потому что прокаженный нечист, и имея такую нечистоту, он должен был ходить в специальных черных одеждах, кричать перед собой нечист, 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 а входить в дом Божий он не имел права даже в притворе где-то стоять. Прочие деяния Озия, первые и последние описал Исаия, сын Амоса, пророк, и действительно нечто подобное мы находим у Исаия, и почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный, и воцарился Иафам, сын его, вместо него. Таким образом его похоронили не в царских гробницах, как мы здесь видим, потому что он был нечист, а именно в поле царских гробниц, то есть на той земле, где располагались сами эти гробницы. Но в гробницу он положен не был.